В рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в стенах Донецкого художественного училища состоялось награждение победителей конкурса «Палитра Меотиды». Всего в конкурсе приняли участие 55 художников из ДНР, а также с территории Донбасса временно подконтрольной Украине. Победители определялись в трех номинациях – творческая индивидуальность, цвет и образ, а также мастерство исполнения. Председатель конкурса, директор Донецкого художественного училища Юрий Молочиный отметил высокий класс представленных работ. Конкурс был организован по инициативе Министерства культуры при содействии Донецкого художественного училища. Мы не ожидали, что будет даже такое количество работ. Некоторые присылали и по 5, типа 6 работ вместо двух работ. И мы просили их сами определиться, какие две работы, потому что условия конкурса были именно такие, что только две работы рассматриваются, которые самостоятельно выбирает автор. После первого этапа конкурса 16 участников представили свои работы в рамках пленера в Новоазовске. То количество работы и качество работ, которое было выполнено, меня, конечно, удивило, очень приятно удивило. Я даже растерялся и уже тогда понял, что будет очень трудно выбрать нам и поделиться с победителями. Очень трудная задача. Но жюри было компетентное. Люди, которые были представлены из различных министерств в жюри, я был председателем в жюри. Мы индивидуально, каждый выставлял оценки в количестве, но это в баллах было. Старались, тщательно рассматривали работы, потому что надо было пересмотреть заново эти все 200 работ, которые по первому туру, по второму туру. В итоге в трех номинациях определились призеры конкурса. И членам жюри предстояло выбрать 9 работ юных художников, которые получили денежное вознаграждение и массу приятных эмоций от участия в мероприятии. Художница с подконтрольной Украине территории Донбасса рассказала о своем участии в конкурсе и о высоком уровне других участников. Я подавала две картины и это были в принципе обычные ежедневные наблюдения. То есть это был сельский бут, натюрморт и также вид из окна с природой, с рекой. Ребята довольно сильные были и у техника у них у всех очень разнообразная, интересная. У каждого уже очевидно сложился свой почерк. Как у человека складывается почерк письма, так и в рисовании тоже. Поэтому было интересно, конечно, понаблюдать. Некоторые какие-то детали можно перенять в себе в будущем опыте. Если бы проводились подобный конкурс, я бы с удовольствием еще поучаствовала. Это для молодежи большой плюс, потому что есть возможность пообщаться и в то же время профессиональный рост. Это живая природа, изменчивая, подвижная.